всем доброго дня это последняя заключительная часть интервью с эдуардом я надеюсь что эти интервью были интересны для вас и что те темы которые поднимались в этих частях в этом одном большом интервью что они вызовут какой-то ряд вопросов не забываем эти вопросы задавать либо на канале эдуарда непосредственно ему или вот к этому видео или к любому видео посвященному этому интервью вы можете задавать вопросы эдуарду и мы еще обсудим эти вопросы с ним я надеюсь что это интервью было не последним хотя и первым и нам есть еще о чем поговорить и есть еще что обсудить не забываем подписываться делиться ставить лайки писать комментарии почаще заходить на канал эдуарда на этот канал подписываться в телеграм ссылки на канал эдуарда на видео о котором шла речь в том числе во всем этом интервью внизу в описании к этому видео и хорошего вам просмотра и вот сразу тогда такой вопрос возникает в связи с тем что вы сказали то есть вы считаете что венчунь и вообще боевое искусство развиваются и это развитие но имеет именно позитивный какой-то характер потому что просто я знаю великое множество людей и даже сам к нему отношусь я не хочу с вами спорить потому что я отлично понимаю что каждый человек имеет право на свое собственное мнение это не значит что между нами как какая-то какое-то противостояние но вот мне например всегда казалось нет не всегда но с определенного момента мне стало казаться что на самом деле чем ближе к корням чем больше возвращения куда-то к истокам боевых искусств тем собственно и практичнее и эффективнее и так далее а вы сейчас упомянули о том что вот венчунь в частности развивается что он меняется что он трансформируется как-то и прошлый венчунь например ипмановский один из одна из ветвей вот что он был не не настолько прикладным не настолько эффективным так или нет да во первых во времена ипмана китайцы в другой менталитет они например ученик приходит на тренировку у них системы не было ипман одному одно показывает другому другую у нас есть система преподавания по шагам от простого к сложному все это по полочкам как мы немцы любим порядок у нас все это по полочкам разложено на степени сложности один приходил кипом он и мог встал на деревянный манекен другого что-то другое показывал и они иногда всю тренировку не повторяли одно движение вот они приходили делались одним того днями часами месяцами потом делали вторую форму потом делали число спарринга как такового они не делали вот вот это вот уличной ситуации вот эти ролевые игры что мы делаем у них этого не было тогда где-то в 70 году примерно венчунисты сипманом поехали на типа на бое ммэй они все проиграли там противники вышли во первых они работали не по не по винчун они били боковые удары они были в защитной экипировке и многие удары не проходили из у них не было вот такого спарринга как вот мы делаем я же уличного неожиданно такого а в спорте ничего не работает это уже не винчун когда вот начинается вот этот обмен ударами и все такое как это когда венчунисты одевать боксерские перчатки и выходят работать против боксера по правилам бокса но не работает это это другое совсем этого многие не понимают ну я это объясняю в моих видео ну никто не понимает и тогда продолжая эту тему продолжает вопрос мне хочется спросить тогда как вы считаете это была проблема только ипмана это была проблема венчуни вообще или эта проблема вообще традиционных боевых искусств не обязательно китайских а любых наверное это вообще проблема разных боевых традиционных боевых искусств что многие по старинке занимаются я каратэ никогда не занимался но вот в интернете смотрел вот тогда вот 70 80-е годы когда в советском сезоне появилась каратэ они все верили что вообще какие-то супермейны какие-то киборги а потом русские они больше у них такое тяга к прикладному каратэ а у японцев вот эта традиция и потом когда они выходили на поединке русские били эти японские мастеров по каратэ потому что у них был другой другой стимул заниматься как-то для улицы прикладное вот это все вот так я и думаю в боевых искусствах наш сифу кян шпейхи вот он тоже значит традиционная венчун а теперь у него такая поговорка традиционное боевое искусство это значит там ничего не развивается вот они занимались 200 лет назад вот они занимаются так если посмотреть на нюансы техники и на постсоветском пространстве сифу разные венчун в бывшем ссср они делают такие грубые ошибки за которые которых мы новичкам преподносим вот и поэтому наш сифу кян шпейхи это смысл его жизни развитием чун как можно более прикладной и поэтому у нас спарринги другие и техника меняется потому что если я стою на задней ноге у меня руки здесь я работаю по центральной линии а сбоку удар пойдет я не знаю что делать поэтому у нас на весьма ситуации что-то противник узкости как-то бьет язжи больше вот так где том шире или где-то вот так паш пошире встаю если мне может ударить ногу у нас больше вес на задней ноге чтобы передней ногой значит контратаковать еле атропарировать ему да если я стою сбоку как я знал меня ногой не ударят я могу стать пошире и вес переношу я задними на переднюю меня уже до 30 процентов на передние 70 процентов за день я стой пошире я могу больше подвижнуть больше у меня мобильности здесь, в моем корпусе во всем. То есть в этом смысле где-то хотя бы отчасти Брюс Ли был прав, да? Когда он искал все-таки изменения какого-то, да? Какой-то трансформации все-таки вот традиции, да? Он был прав, но он по-своему решал эту задачу, не совсем оптимально, но он был прав, да. Вот здесь даже такой Юрий Кармушин, очень известный значит на постсоветском пространстве, он занимался Винчун, и он там правильно говорит, он говорит, все вот этого по центральной линии, там Винчун против Винчун, против Винчун, против боковых ударов это не работает. И он тоже создал свою систему, там сборную солянку, я с ним в чем-то согласен, в чем-то нет, но он понял эту проблему, например. Да. Есть одно видео, он говорит, Винчун работает против Винчуна, в других ситуациях уже надо видоизменяться. Понятно, понятно, тогда такой вопрос. Смотрите, вот если мы обратимся к традиционным китайским боевым искусствам, да, была такая схема проверки, практики какой-то постоянной, да, как лаитай, в разных местах, там вот на любых праздниках, там и так далее. Как сейчас, вот в Китае, например, существует цирковой шаолинь, который в том числе и не только по всему миру, он и по Китаю тоже ездит, и они там их приглашают и на свадьбы и чуть не на похороны, там, я не знаю, и они там, значит, выступают. А раньше в этом, в этом смысле был лаитай. Это была часть праздника, когда бойцы могли себя вполне проявить вот буквально в практике, в спарринге и так далее. И вот скажите, был ли какой-то вот перелом вот этой практичности боевых искусств? Или даже в те времена дореволюционные, когда еще не перебили там массу мастеров в Китае и так далее, даже в те времена китайские боевые искусства уже не работали или работали неполноценно как-то и так далее. Вот как вы считаете? Ну, я думаю, ну, я не знаю точно историю Китая, как там это раньше было, но я думаю, они работали не очень-то. Я от своего тренера знаю, что, например, что в Китае даже было такое, мастер преподает, он видит, ученик продвигается, он его стопорит. Не показывает, чтобы он мастера не переиграл, что было такое типа, по рассказу не знаю, ученик набрал свой опыт и убил мастера. Взял его в школу. И то, что показывает в фильме Ипман, ну, это художественный фильм, это нереально. Даже вот наши венчунисты от нашей федерации ездили в Китай. Вот мой друг Дмитрий Старшевич, он ездил в Китай, они все разочарованы были в китайцах. Венчун сам по себе в Китае вообще малоизвестный, в Гонконге он был, а в Китае там пару каких-то подпольных школ, он даже не распространенный там сам по себе этот венчун. И многие были разочарованы. Я смотрел некоторые видео, даже со школы Леон Тинга в Гонконге, там вот, у его ученики китайцы, технически, не знаю, не очень-то. И наш Сифу, например, Сифу Кеншпихт, он больше не занимается с Леон Тингем. Потому что Леон Тинг дошел до своего уровня уже. А Сифу Кеншпихт развивается дальше. Я был в семинаре, он говорит, а мне больше не интересно, чего они в Гонконге занимаются, я делаю то, что я хочу. Боятся сделать венчун как можно легче обучаемым, как можно больше прикладным. И человек реально за короткое время научился зам каким-то самообороны на улице. Даже вот у вас на канале есть интервью с Владиславом в ДПС Криме, да, там, в Филиппинках. Он тоже говорит, он делал в Китае, в Филиппине, он был разочарован. Кто там, некоторые вообще спарить не делают, технический уровень не очень. И так же вот и в Китае венчун, он очень там развитый. И поэтому, возможно, многие по незнанию, они почему-то думают, вот они, а, раз венчун, или филиппинка, значит, на Филиппины надо поехать у истоков учиться. А там уровень не очень такой хороший. Легче приехать в Германию. Если кто-то заниматься хочет венчун, легче приехать в Германию, ну, это, возможно, дешевле будет, языковой барьер не такой. Или в нашей Федерации так же преподается эскрима. Тоже на хорошем уровне, но эскрим она не так распространена по Германии. Почему-то вот работа с оружием, я бы позанимался удовольствием эскрима, но в ближайшей школе эскрима от меня 30-40 километров, но это нереально туда еще ездит, у меня. Да, да, да. Как раз вот от меня 30-40 километров, там один есть мастер венчун, мастер эскрима, уличный борец, у него сейчас седьмой дан по эскриму, он реально преподает хорошо, и он реально работает с силовиками, то есть спецназ и ОМОН немецкий, вот он с ними работает. Я был у него на семинаре, он говорит, мужики, я вам покажу фишки уличного борца. То, что вы будете делать, это спрашиваете ваши сисы, я покажу, объясню вам, как уличный борец работает. Также вот этот пару ударов, ход, бросок противника, он говорит на улице, забудьте все вот эти фишки спортивные, бейте головой, бейте в глаза, если вы упали куда-то с противником, боретесь по полу, кусаете его в ухо, хватаете запах, орите ему в ухо. Если, он говорит, такую вещь сказал, он говорит, если надо, палец в задницу, воткните ему, чтобы он ослабил захват. Удар по глазам, или ты в ухо закричишь ему, это не будет нокаутирующим ударом, но он ослабит, и в этот момент захват можно выйти, уже действует как-то раньше, как отвлекающие вот такие фишки. Вот я это тоже показывал в своих видео, много критиковали, да какой удар в палец, какой удар в глаза, да он там будет бегать в спортивном режиме, ты не попадешь, я не буду бегать, да не тыкну в глаза. В какой-то ситуации, в ближний бой, он палец в глаза дал, наслабил захват, вот я ему бил лопнутым кулаком, это часть, составная часть, мои критики меня часто критикуют, вырвав полностью все из контекста, и начинают, вот это не работает, это надо как общее видеть. Поэтому, если у кого-то есть желание хорошего венчула, это, я думаю, легче приехать в Германию. Во-первых, немцы большинство говорят по-английски, во-вторых, русскоязычных много, кто занимается, они могут как-то помочь с переводом. Вот у нас тут были ребята из Питера, Миша с Андрюхой, они занимались в Питере в какой-то школе венчула, а Андрюх, он ездит за границу, у него бизнес какой-то, он покупает какие-то станки металлообрабатывающие. И он приехал в Германию по бизнесу, видел объявление, он по-английски хорошо говорит, пришел в Нашу Федерацию на наш семинар, и ему понравилось, и он записался в Нашу Федерацию, и Андрюха с Мишей открыли свою школу в Питере, у них первый данный, но я был у них в гостях 4 года назад, я ездил сам по себе в Москву, ну, к друзьям, и на обратном пути в Питер заскочил, с ними кто занимался, они в Германии были на семинаре, на семинаре с ними общался, я в контакте с ними, но из-за кризиса они закрыли школу, кризис, они говорят, мы финансово это не тянем, народ не идет, денег нет, спасибо. Они тоже, я был у них в Питере, но это, это я им показываю, Миша мне говорит, мы столько всего не знаем, мы, говорит, нашему ученику, нам, говорит, по-немецки что-то дали, как это, я сидел переводил, вот это, это, мы, говорит, больше не знаем многих технических нюансов, поэтому мы просто легкий спарринг часто проводим, вот это, у них реально легкий, подвижный спарринг у них на хорошем уровне был, но технически они, говорят, у нас нет тренера такого постоянного, и первый уровень, первый, типа, данка к Венчуне, это неплохой уровень, но это, ну, так, для улицы, это не такой сильно продвинутый. Понятно. Иными словами, подводя, вот, итог, например, под этой темой, я правильно вас понимаю, что сейчас центр развития, по крайней мере, Венчуня, а может быть и боевых искусств в целом, традиционных, да, что он сейчас перемещается все-таки, он перемещается в сторону Европы, Штатов, там, например, да, к Китаю, к Филиппинам, или, я не знаю, еще куда-то уже, это отношение такого сильного не имеет, да, правильно я понимаю? Да. Венчун в Европе распространено больше, чем в Китае. И самое беспонтовки хвастовства, самая профессиональная федерация, это у нас, например. Ну, бывшие сих вот кололись от нашей федерации, ничего да там, ну-ка, свой бизнес, свой я хотят делать, но они все учились у нас, в нашей федерации, да. Я считаю, если человек спасаетесь в пространстве, ему легче, возможно, дешевле приехать в Европу и позаниматься тут. Насчет Америки, ну, я не знаю, вот, есть такой учитель эскрима, Ренни Латоса, вот, он один из, наверное, наиболее квалифицированных мастеров эскрима. Он филиппинец, но он тоже давно-давно эмигрировал в Америку, и он раньше работал с нашей федерацией, а теперь он работает с Эмином Ботстопе. А у нас главный по эскриме Билл Ньюмен, ученика тренера Латоса. Так что, я думаю, более современные, более практические методы тренировок, это больше Европы. В Германии это очень развито, особенно Венчунь из Крима, да. И если мы говорим о какой-то трансформации вот боевых искусств, или там в частности Венчунь, допустим, то вот как вы считаете, вы уже, в принципе, сказали о том, каким образом, наверное, имеет смысл перестраивать Венчунь, если его стоит перестраивать, но вот если так обобщить, вот если не говорить об отдельных каких-то моментах, каких технических, а вот если обобщить, вот в какую сторону, как вы считаете, должны развиваться традиционные боевые искусства, вот что они должны над собой делать, как они должны трансформироваться? Ну, в практическом смысле, то есть, больше, ну вот как показывают там старые китайские поединки, да, там в фильмах, или так, два мастера встали, пух, начинаем, ну пошли, но на улице это редко бывает. То есть, более-менее, такие вот спонтанные спарринги, как вот я рассказывал уже, например, периферийное зрение, вот я стою перед мной противнику, на моей ситуации как-то их отражаю, а взади него стоит другой, и вот он показывает на пальцах какие-то числа. Я работаю с этим противником, смотрю на него, тут показываю, я периферийным зрением, я и тут тактильно работаю и говорю там три-четыре, какое число он показал. Или стоишь к стене, прижимаешься к дверям, вот у нас такая фишка, к дверям прижался спиной, ты стоишь, не умеешь право дверью ходить. На тебя человек десять по очереди подходят, ты отражаешь неудар и повторяешь громко таблицу умножения. То есть, вот такие вот, я не знаю, я не думаю, что такое тренируют где-то в традиционных боевых искусствах, не думаю. Иными словами, развитие боевых искусств или трансформация любая связана все-таки с гораздо, как бы так сказать, с ростом коэффициента любой спарринговой работы, причем усложненной спарринговой работы какой-то, да? Да, да. Опять же, как говорит наш сифу Кен Шпилл, он говорит, Вин Чун – это мой слуга, я могу заниматься Вин Чун как боевым искусствам, а могу заниматься Вин Чун как просто гимнастикой. Это зависит от каждого. Есть какие-то вот, я вот больше такой боец на практике, есть такие, он какой-то бухгалтер, да не хочется размяться, пообщаться с людьми, делать какую-то гимнастику, чистую, какие-то формы. Он так в целом неплохо защитится на улице, но он не такой там прямо реальный боец. Человек как хочет, так и это самое. Так и то и делает. Я вот сильно сравниваю Вин Чун, например, с автоматом Калашникова. Вот если поставить олимпийское чемпиона по стрельбе вот по этим полетающим тарелкам, дать ему двустволку, а другому новичку дать автомат Калашникова, что лучше? Вот кинуть тарелку, этот двустволка раз-раз и поразил этот сель, а другой, пока он в первый раз оружие выходит, пока он этот автомат Калашникова передернет, пока куда-то что-то заряжается, пока выстрелит, тот его с двустволкой уже обыграл по очкам. Но это не значит, что автомат Калашникова хуже. Просто поставить двух олимпийских чемпионов, один с автоматом Калашникова, другой с двустволкой, который с Калашникова мастер, он выиграет, конечно. Этого многие не понимают. Все дело в человеке. Можно, как сказать, с автоматом Калашникова по воронам стрельб, теоретически. А можно ввести боевые действия на Кавказе. В чем дело? Винчун есть, что это автомат Калашникова среди боевых искусств по сравнению с другими. Но все зависит от человека. Вот в чем дело. У нас почему Сифру Кеншпик начал заниматься ильичуан? Потому что он все изучил, и у него уже такая была... Вот ему сейчас за 70, я слабее, и все. И все-таки уже чисто физически я не смогу это делать. Винчун мягкий и все такое. Но вот его интересовало вот эти вот принципы тайчи. И он связался с этим мастером, мастер Сэм. Вот этот у него в России есть хороший ученик Александр Скалозук. В Москве. И он приехал к нему, к этому мастеру Сэму. А тот говорит, а что ты приехал, ты же мастер, ну и что? Он говорит, я хочу получше это все понять. Вот именно не то, что практика, а взаимодействие всего. И они начали вместе работать. Я вот немного тоже практикую, но факультативно, правда, ильичуан. И мы пока делаем пару таких... В основном упражнения формы разные. На осознавание от макушки до пальцев ноги. Вот это, чтобы лучше все это понимать. Как это, почему это все работает. Но все, как я же говорил, Винчун, говорит, работает. Но почему он именно так работает? Почему мускулы так и так? Это уже как маленькая высшая математика. И это реально помогает ильичуан. Там есть и боксеры даже, которыми ильичуан занимается. Это помощь. Это не надо, как сказать... Не надо думать, что Винчун идет в какую-то другую сторону. Нет, это вот как машина. Рама, колеса, мотор, руль, значит, кузов. Если делать покрышки более широкие, изменить октановое число бензина, сделать кузов более обтекаемый, тогда машина будет маневреннее и быстрее. Но это останется машиной. Это у нас остается Винчун. Просто с помощью Винчуана мы его чуть... Еще оптимируем, как бы вот так вот модернизируем. Он еще лучше начинает работать. И у нас даже если человек сдает на пятый дат, то есть первая ступень мастера, он должен владеть Азии и Винчуаном. Это экзамен у него. Понятно. Слушайте, а вот еще вопрос. Возвращаясь немножко к тому, что мы уже обсуждали. Вопрос, связанный с законом в Германии. Просто, по крайней мере, на постсоветском пространстве отношение к закону, ну, сами понимаете, такое же, как отношение закона к гражданам. И, соответственно, я думаю, у многих возникнет вопрос, вот когда вот происходит эта потасовка, когда потом полиция приезжает, какой-то разбор там, да, что-то такое. Как вот обычно решаются такие вопросы вот в Германии? По закону в Германии, если человек размахнулся, то есть он уже вот этот момент замахнулся, чтобы тебя ударить, ты имеешь право защищаться. И для этого достаточно любого свидетельского показания, да? Да. У нас даже разработана программа в начале 2000-х годов, если дословно перевести, молниеносная защита. То есть происходит какой-то конфликт. Кто-то размахнулся, я дал ему в моду, он упал. А это в дискотеке или в каком-то пивбаре. Ну, не поворачивай, человек лежит, я стою. А кто напал? Никто напал. Заходи, что я оборонялся. Поэтому Симкиншка сделал специальное такое упразднение. Один встает, как бы в стойку, да, вот сейчас он нападет, другой выставляет руки, отходит чуть-чуть в бок и говорит, эй, оставь меня в покое. Люди слышали крик, повернулись, вот это. Да чисто психологическая игра. Эй, оставь меня в покое. Да ничего-то я не хочу. Помогите, он на меня нападает. Поворачивается, и тут летит кулак, что-то я его бью, у меня сидит его, да, правильно? Сначала помню, что-то не выбросился, а Эдик его замочил. И тогда уже больше шансов в суде, да. Да, но это уже чит-коды такие. А вот если не обращаться к чит-кодам, к таким, а все-таки вот просто формально, чисто формально рассудить. Значит, вот в России наверняка, знаете, существует такое понятие, как какие-то нормы самообороны. И несмотря на то, что вроде бы какое-то время назад эти нормы были несколько изменены, суды все равно выносят автоматически одни и те же решения. Значит, кто пострадал, тот и молодец. А кто нанес увечья какой-то, независимо от того. Даже если, там, не знаю, 10 человек на человека нападали, и один пострадал из нападавших, сажают того, кто отбивался. Вот понимаете, да? Как это в Германии выглядит? Я практически с этим не сталкивался лично. Но по рассказам, сколько я знаю, суды наиболее объективны, чем в России. То есть взятки играют, ну, и такую роль, как, скажем, в России, там, что-то на суде купить. Более объективны, да, скажем так. Да. У меня даже вот один товарищ, он на юриста учился. Он говорит, в принципе, да, легче доказать, если ты закричал, люди повернулись и увидел, как тот на тебя намахивает, а ты его, значит, отправил в нокаут. Ну, и наказание не такое будет сильное. Даже если тебя признают виновным, то меньше человека сажают, больше штрафы разные не дают. А по каким причинам могут признать виновным, если, тем не менее, вы защищались? По причине того, что вы нанесли какое-то увечье, вот это будет рассматриваться тогда? Да, но на меня он кинулся, я ему все удары провел, он упал. Он лежит, все это видели, да, все нормально. Но если он лежит на полу, а я начинаю прыгать на его голове, в футбол играть, ну, это уже, конечно, от меня посадит. Примушение самообороны. Но в целом, я бы сказал, более-менее объективные такие заболы в Германии в целом, да. Понятно. У меня были пару случаев. Мне, с одной стороны, это хотелось так, чтобы он замкнулся и попытался дать мне морду, но нельзя было. Заезжая как-то на заправку, стоит такой автобус небольшой, дверь открытый, мужик там загородил всю заправку, я не могу подъехать заправиться. Он зашел туда в эту будку, там магазинчик, купил там пиво, выходит, я говорю, слушай, ну извините, отъедь, чего надо? Я говорю, ну ты отъедь, что, ну ты же мешаешься. А я делаю, что я хочу. Браво. Я же знаю, что на заправке видеокамеры, да, у меня было настроение дать ему морду. Нельзя. Потом как-то у меня обостренное чувство справедливости. Как-то в магазин, я не могу пройти мимо, когда кого-то обижают. Захожу в магазин, стою с этой тележки, передо мной стоит женщина в очереди, все ждут, все вежливые. Мужик какой-то подпит и подходит, передо мной эту женщину толкает и склинивается в эту очередь. Она, и что такое? Я говорю, мужик, ты что женщину толкаешь? Ну-ка, вышел отсюда. Он, что ты? Я говорю, выйди, я тебя подзад напинаю сейчас на улице. Он говорит, я сейчас в полицию пойду. Я не могу ему морду дать, хотя хотелось, но тут столько свидетелей видеокамеры, но я его морду дала виноват. Ну что, пришлось терпеть, что я же не буду бить его. Понятно, понятно, да. У меня был конфликт с моим соседом, тоже русскоязычный. Подземный гараж в доме. Я что-то машину неправильно запарковал, там черта вот разграничения этих мест. Я чуть колесом заехал. Я зашел домой, перед этим тренировки отбил себе правое колено и правое плечо. У меня это не рабочее было. И сижу в тапочках, в шортах, он звонит, а пойдем в гараж, туда, в дверь. Вот ты неправильно запарковался, ты удымся, удым, это, это, я говорю, успокойся ты. И жена его на это стоит, я говорю, успокойся. Он, да вот еще, я говорю, да сейчас, сейчас я уеду, и стою вот так вот. И он пытается делать мне захват за шею, я ушел от этого захвата, контроль руки, я говорю, сейчас я отхожу, и вот так, а что ты руки под машиной, ты мне по башке даришь сзади. Я говорю, успокойся, сел в машину, отъехал, утром пошел в полицию, мой сосед на меня наезжал, меня пытался за шею хватить, полицейский выслуживает, все, да, правильно, если бы ты дал ему морду, его жена показала, ты бы с ним начал драться, во-первых, у меня правая сторона не работает, во-вторых, ты бы начал с ним драться, говорит, жена показала, что бы на него напал. Я сделал заявление в полицию, потом, допустим, приходит, потом у меня уже есть факт, что он мне нападал, потом приезжаю как-то в церкви, в брюк, от белой рубашки такой, гараж заехал, а он там в багажнике копошится, я так, выхожу, говорю, бог в помощь, он, что, ты на меня в ментовку там попадал, то и все, я говорю, ну и че, да вот мы с тобой встретимся, друзей позорим, да, ну давай сейчас, и вот так в руке держу ключи от машины, ну ну дернись, я сразу ударил, знаешь, типа как кастет, я говорю, да, 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 я говорю, давай, давай, я жду встречи, спокойно так, вернулся и ушел, и так на этом все закончилось, тут надо еще, как сказать, мозги вовремя включать, поведешься на эмоции, дашь ему в морду, а потом тебе еще и виноват в суде оправдаться надо, то есть все-таки, то есть все-таки с какой-то оглядкой все-таки приходится смотреть на эти ситуации, даже когда, даже когда прав и так далее, и как вы считаете, это к лучшему, это дисциплинирует, в принципе, публику, или это лучше, да, дисциплинирует, в целом, как говорил немцы, они более-менее такие законопослушные, я не знаю, как сейчас в России, но в советское время было, как вот, пойти, тебе в морду дали, пойти в ментовку, заложить, ты что, кодекс чести, западло, нет, по-другому, я не знаю, тогда разбирались, кто сильнее, этот управ на кулаках, а сейчас, я не знаю, как сейчас жить в России, но в Германии это более цивилизованно, меньше дерутся, и больше как-то стараются отойти, я вот даже иногда бываю просто, с тех пор, как я занимаюсь венчурно, стал более наблюдательным, вот как-то, прошлый год у нас был праздник города, вино там это свежее, и там два араба разотрались, я подошел, как раз, одного в одну становили, а другие секьюрити возле охранники, они втроем держали одного, они его держать не могли, а я с ее стороны и так смотрю, он от них вырывается, бежит, чьи охранники, они вообще не, не квалифицированы для этого, чтобы вот самооборона, вот это все, как себя вести, они за ним бегут, повалили на пол, со стороны одни кричат, бей его, а другие говорят, не трогайте его, публика, а я стою так, ага, здесь я бы сделал так, а здесь я бы сделал так, ага, 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 вот так, с моей клокуны, то как-то было у меня на работе, два мужика у нас, женщины подойдут, так, на работе, у нас пошли от фирмы, вот я выхожу на паузу на улице, Аргент-Диоганес, мой друг, с одним-то итальянцем мы повздорили, они оба полметра 90, килограмм по 100 такие быки, и вот они стоят, и вот это вот так вот, груди, ты че, а ты че, да я тебя, да я тебя, вот эти вот, игра самцов, вот этот ритуальный бой, вот так вот, а я стою со стороны так, ага, так, 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 сейчас все еще нормально, но смотрю, одна рука замахивается, сейчас полетит туда, и я как между ними склинился, мужики, пасы, в разный стол, Ивана сосхватил, я говорю, ты че, я уже волю, я говорю, ты мне все себя спокойнее, то есть уже наблюдательность, я смотрю, так, так, сейчас просто базарь, а вот теперь движение пошло, сейчас, и в этот момент я склинился, то есть наблюдательность повысилась, да. Понятно, понятно, да, это интересно, слушайте, ну, спасибо вам огромное за, вот, за это видео, я надеюсь, что у нас не будет накладок технических, что все как-то получится более или менее, записалось, я надеюсь, хорошо, вот, посмотрим, вот, и может быть последний такой вот, не вопрос, а как бы, как вы считаете, что бы вы хотели сказать, во-первых, новичкам, какое-то пожелание, короткое достаточно, на что, на что следует обращать в первую очередь внимание, либо при поиске клуба своего, либо при поиске какого-то боевого направления, вот, либо вообще там самостоятельных тренировках, потому что вот самоделкиных достаточно много, и второй вопрос, что вы посоветовали бы уже продолжающим, с точки зрения вашего уже опыта, вашего опыта, который вот вы накопили за время, в вашей практике венчуя? Ну, новичкам, я бы советовал, конечно, то, что поближе есть, но если парень молодой, ему нереально 30 километров на тренировку куда-то есть, если он живет в каком-то поселке, если он в секции бокса, здесь занимайся ты боксом, но смотри, например, мои видео, смотри видео от Валерия Крючкова, Михаил Грубев, вот, и анализируйте ситуацию, и кроме спорта, с друзьями, может, как-то факультативно, вот эти ситуации разыгрывайте, то есть, сам по себе выбор боевое искусство, но чтобы там, типа, полноконтактное было, вот, если нет никаких там, не венчу, ничего такое, ну, бокс, тайский бокс, все это неплохо, можете заниматься борьбой, но, не для того, чтобы бороться, а для того, что если вы оказались на полу, чтобы встать, они не, 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 не это самое, не валяться, то есть, то, что удобнее, где какое-то контактное, и еще, факультативно занимайтесь с друзьями, разыгрывайте какие-то уличные ситуации, вот это я вам советую, вот, продолжающие, да, продолжающие, ну, также, например, если какой-то боксер с, с 10-летним стажем, он только боксовался, он тоже факультативно что-то изучать, а если кто-то занимается традиционными боевыми искусствами, и не делает, например, спарринг такой вот, уличный, тоже факультативно хотя бы с друзьями заниматься каким-то уличным спаррингом, смотрит разные каналы, вот, которые я перечислил в Ютубе, и перенимает какие-то, вот, как, вот, Валерий Кучков, он показывает, ну, стройки какие-то, это, на лестнице где-то, вот такие, жизненные ситуации, что-то вот такое разыгрываете тоже, и слушайте внимательно, что он говорит, то есть, вот эту уличную-уличную стратегию, тактику перенимаете, а не хочется, да, как, занимаясь боксом, а потом отгребаясь на дискотеке, потому что ты не готов к этому, чисто морально, и также вот этот спарринг вот такой, ну, пусть в полу контакт, в полный контакт там смотрят, он, моего и дух воспитывает, ты знаешь, ты получишь, что-то помог, но все равно ты получишь, терпи, вот у тебя какие-то, как сказать, нет, вот этот барьер преодолеть, ударить человека, многие не могут, это замечают даже на тренировке, особенно женщины, вот там ты этому научишься, занимаетесь спортом, но факультативно изучайте еще и уличную самооборону, где-то что-то сами разыгрываете, и большинство это ударка, и вот эти захваты, типа Айкидо, и вот другие разные примочки, бразильское джиу-джицы, что они активно идут в спорте, разобудьте, ребят, занимаетесь этим, но для того, чтобы встать с пола, ну и смотрите вот эти каналы, и задавайте вопросы, в принципе, я не против, если кто-то со мной захочет связаться по скайпу, пусть, например, напишут комментарий к моему видео, типа, скинь там свои координаты скайпа, я могу, я, в принципе, человек открытый, я с удовольствием от всех, посоветую, я могу пообщаться, это не такого секрета такого, пожалуйста, пишите в комментариях, хочу с тобой поговорить лично по скайпу, ну пожалуйста, свяжемся без проблем. Ясно, спасибо огромное, Эдуард, мне было очень приятно с вами общаться. Можно, можно как-нибудь и с лишним вопросов как-нибудь еще раз продолжить, как-то еще там. Я в этом даже уверен, наверняка будут и вопросы, и наверняка мы, я надеюсь, что мы с вами еще поговорим на эти темы. Я еще могу пару, сейчас уже, да, на время идет, пару историй с моей жизни рассказать, вот уличные ситуации от моей жизни, от моего отца, от моего брата двоюродного, это можно. Жизнь и истории я тоже могу рассказать. Супер, супер. Я думаю, что вот это вот будет особенно интересно, и даже я это буду иметь в виду теперь. Спасибо вам большое, вот, всего вам доброго, до связи, до следующей. и продолжение успехов в боевых искусствах еще вам желаю. Все, всего доброго, всего доброго, счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры!